Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Евгений Фёдоров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Они из Лос-Анджелеса познакомились в своем университете UCLA. Четыре девушки выпустили дебютный альбом. Называется Androgynous Mary. И выбрал я с него песню What We Do It For. Зачем мы это делаем? Субтитры подогнал «Симон» Зачем мы это делаем? Зачем мы это делаем? Субтитры подогнал «Симон» Зачем мы это делаем? Зачем мы это делаем? Зачем мы это делаем? Зачем мы это делаем? «Girl Friday» из Лос-Анджелеса и их дебютный альбом Androgynous Mary. Наш мини-сюжет посвящен Эмилю Белярскому. Эмиль Белярский, вообще говоря, болгарин, но работает в основном в Венгрии. Пластинки выпускает и там, но если в Болгарии у него сольный альбом вышел под названием «Само сам знам, только я знаю», то в Венгрии он более известен как со-лидер. На мой взгляд, одной из лучших венгерских этнопсиходелических групп Мечесинка. Ну, по порядку. Сначала сольный Эмил Белярский и вот этот самый его альбом, который вышел в Венгрии на лейбле «Норатор», но при этом весь исполнен на болгарском языке. С него я выбрал песню «Студенский град, студенческий городок». Аудиопедо, славянофил, не разбира само който не е пил от въздуха на студенский град по времето на Великия град. Бъди учти в спортиера, срещнеш ли куча, бъди позитивен, спазиш ли тези правила, оставаш жив. Не планирай нищо за вечерта и тя ще надмине фантазията, бъди за и живота няма да е против. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бъди учти в спортиера, срещнеш ли куча, бъди позитивен, спазиш ли тези правила, оставаш жив. Не планирай нищо за вечерта и тя ще надмине фантазията, бъди за и живота няма да е против. Милбелярский студенческий городок. Ну а теперь, собственно, группа Мечесинка. Надо сказать, что группа — это распалась. Она распалась в этом году, к великому сожалению, но до этого успела выпустить свой последний пятый альбом. Альбом называется «Арнек», это по-венгерски, в переводе на русский «Тень», «Shadow». И с него песня, ну как раз подходящая данному случаю. Песня называется «Эгг Велетег», что значит «До свидания». «Эн еллиндулок, мег не альок», «Гондолтам магамбан». «До нем тудо, мерре тарток», «Філек, эрронтодтам». Home, home, home Emlékek a fejemben Emlékek a testemben Vágyak a szívemben Nincsen ez így rendben Hátra hagyok mindent mi volt Minden mi voltam egykor Nem hagyom, hogy a múltam Újra s újra felfaljó Minden mi voltam 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Симон Тарнер, Pretty Star, 1973 год В глэм-роке, так же как в Театре времён Шекспира женщин почти не было То есть мужчины там исполняли женские роли носили женские платья носили женские гримы и так далее В общем, вы все знаете этот скандально-визуальный аспект глэма. Но все-таки редкие исключения случались, в частности, дама по имени Дана Гелеспи, которая была в одной менеджерской, продюсерской компании Тони Дефрайза Мейнмен Продакшнс в одной компании с Дэвидом Боуи. И Дана Гелеспи, она как раз, при том, что была явная женщина с таким очень, кстати, внушительным бюстом, но пела она низким мужским голосом, то есть, если глэм-мужчины притворялись женщинами, то одна из немногих глэм-женщин не то чтобы притворялась, но, в общем, намекала на свою маскулинность. И, кстати говоря, дебютный альбом Даны Гелеспи в 1974 году вышел. Он назывался «Weren't Born a Man» «Я не родилась мужчиной». Слушаем песню Энди Уорхол. Энди Уорхол, опять же, сочинение Дэвида Боуи, одна из лучших песен с его гениального альбома «Ханки Долл». Энди Уорхол, опять же, сочинение Дэвида Боуи, Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Он классический пианист по образованию, гей, зовут Джон Хоуэрд. В 1973 году он выпустил свой единственный альбом, который назывался «Kid in a Big World», принёк в большом мире. И, судя по всему, этот альбом был очень откровенен в плане всяческой квир-тематики, поэтому, скажем, на BBC Radio 1 он вообще был запрещен. Ну, а мы сейчас послушаем песню в исполнении Джона Хоуэрда, тоже такого забытого глэм-персонажа. Песня называется «Small Town Big Adventure» «Маленький городок, большое приключение». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Джон Хоуэрд «Маленький городок, большое приключение». На этом мы заканчиваем наше знакомство с очень интересным, познавательным сборником «Oh, You Pretty Things», который вышел на английском «Lake Black Grapefruit» совсем недавно. Осталось нам послушать всего два трека, и сначала это будет Катя Шульц. Катя Шульц вообще славянская такая фолк-дива, которая из Словении переметнулась через океан, но не в Америку, куда обычно все драпают, а в Мексику. Полюбила она Мексику и выпустила уже второй свой мексиканский альбом, называется «Карысьяс», и тут масса всякой мексиканской песенной классики. Я выбрал одну из самых известных песен «Ку-ку-ру-ку-ку-па-лома». «Ку-ку-ку» Субтитры создавал DimaTorzok И моя, ay, 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ку-ку-ру-ку-ку Ку-ку-ру-ку-ку Катя Шульц Это американский парень, которого мы слушали в прошлом. Его настоящий имя Джереми Джекобсон. Он в пост-роковых группах играл Five Style, Man or Astroman. Это такая серф-группа. Играл на клавишах у Джона Спенсера в его блюзовом составе. И выпускал иногда сольные альбомы под псевдонимом The Lonesome Organist. Одинокий органист. И, к сожалению, перестал он это делать. Последнее, что у него вышло, вышло в 2015 году. И уже не на лейбле, а как бы он сам это выпустил. Но я все-таки дотянулся до этого релиза. Альбом называется Ashes Alice, то есть пепел, увы. И отсюда я выбрал якобсеновскую версию знаменитой песенки All the Pretty Little Horses. Все милые маленькие лошадки. Еще раз всех поздравляю с Рождеством. Кстати, вот эта песенка, по-моему, она входит в стандартный рождественский репертуар. Это был Артемий Троицкий, подкаст «Музыка на свободе». Всем пока и до следующей уже новогодней недели. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok